Здравствуйте, товарищи! Слова «это есть наш последний решительный бой» – это слова из интернационала. И они как раз говорят о том историческом моменте, когда наступает период решающих схваток рабочего класса с буржуазией за установление диктатуры пролетариата. Но последний и решительный бой, то есть бой, который решает судьбу класса, бывает не только у рабочего класса, он может быть и у буржуазии. И сегодняшняя ситуация в России как раз соответствует последнему и решительному бою российской буржуазии. Почему можно и нужно ставить вопрос именно так? Сегодняшняя Россия в государственном смысле – это государственно организованная буржуазия. Разумеется, это не означает, что в России только один класс существует, но господствует буржуазия. И государство – это и есть аппарат реализации интересов буржуазии. Так вот, сегодняшнее государство российское ведет специальную военную операцию. И как мы видим, с противоположной стороны участниками этой операции являются не только украинские бандеровцы, но на самом деле за спиной воюющей Украины, точнее говоря, киевского режима, стоит объединенная группировка стран, возглавляемых США, причем самых развитых капиталистических стран. Здесь нужно, конечно, напряжение сил, здесь нужна очень целенаправленная организационная работа в экономике с тем, чтобы использовать все возможные ресурсы по назначению, то есть для укрепления обороноспособности страны, чтобы сделать все возможное, чтобы исключить потери этих ресурсов, направление их на какие-то боковые задачи, не связанные с укреплением обороноспособности страны. И, конечно, вот это экономическое напряжение очень чувствуется, и оно привело к тому, что обозначились как никогда ярко, как никогда наглядно две линии в российском классе буржуазии. Первая – это линия, которая направлена на укрепление позиции России, да, сегодня как буржуазного государства, на защиту интересов России в схватке с американским фашизмом во внешнем проявлении. И, конечно, эта линия находит поддержку у рабочего класса, и не случайно мы видим, что рабочий класс самоотверженно трудится и создаёт оружие даже в тех условиях, когда условия труда, так сказать, очень сложные, когда увеличивается продолжительность рабочего времени, когда приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы использовать устаревшее оборудование, поскольку капиталисты долгое время занимались тем, что проматывали амортизационные фонды и не обновляли оборудование, а вот теперь это оборудование критически важно для производства военной продукции, чтобы обеспечить необходимые параметры этой продукции, вот рабочий проявляет чудеса изобретательности работы на устаревшем и, вообще говоря, уже изношенном оборудовании. Вот это одна линия. Ну и, значит, её иногда отождествляют с линией силовиков, но мы с вами понимаем, что государство – это не самостоятельный аппарат, что государство – это коллективно организованный капиталист. И да, конечно, силовики, так называемые, то есть представители органов, которые занимаются обеспечением безопасности государства, значит, обороноспособности государства, они представляют как раз интересы российского капитала как класса в целом, то есть они представляют общие интересы этого класса. Но есть и вторая линия. Мы знаем, что она себя всегда проявляла, это линия капитала, в том числе и очень крупного, который своими экономическими интересами значительно связан с эмпилистическими странами. Ну и очень часто эта связь настолько сильна, что даже не поймёшь, а где вообще центр тяжести интересов этих компаний? За рубежом или в России? И эта вот двойственность и неопределённость, она, разумеется, проявляется в экономическом поведении этих компаний, и она проявляется, естественно, и политически. И вот совсем недавно, опять в течение буквально месяца, развернулась такая очень интересная дискуссия по экономической проблеме, которая говорит о том, что российский класс капиталистов, то есть российская буржуазия, подошла к некоторому рубежу. О чём идёт речь? Значит, месяц назад представитель Нестурбанка России Костин, точнее говоря, это руководитель, выступил с идеей грандиозной приватизации, крупной приватизации, значит, которая должна охватить ключевые отрасли и, так сказать, интересы затронуть ключевых компаний, где есть государственные пакеты акций. То есть, вот идея Костин о том, что нужно осуществить эту большую противизацию, это раз, а второе, он говорил, что нужно, значит, увеличить государственный долг. Вот понимаете, какая радость? Вот, если бы обычный человек подумал, что мне нужно увеличить свой долг, чтобы вот потом надо мной эта петля долговая, или даже не надо мной, а уже на шее, постоянно присутствовала и иногда даже она уже затягивалась бы. Это показалось бы странным. А вот с точки зрения представителей вот этого крупнейшего, так сказать, банка, в том числе с государственным капиталом, насколько известно, вот выступил за значит, то, чтобы эта петля сильнее истягивала шею экономики России. Надо сказать, что такое предложение может показаться только странным на первый взгляд. Хотя вот говорят, что а кто же будет сейчас покупать долговые обязательства, потому что такой большой пакет ценных государственных бумаг российские капиталисты сегодня купить не смогут, а кто же будет покупать вот эти государственные пакеты акций в предприятиях, то есть, кто будет обеспечивать вот эту приватизацию с точки зрения спроса. И вроде бы ответ не находится, поэтому говорят, что это, дескать, в будущем. А ведь на самом деле покупатель-то есть и взаимодавец такой есть. А кто? Зарубежный капитал. Да, сегодня, конечно, он и не собирается ничего делать, потому что надо Россию душить экономическими санкциями и исключить какое-либо поступление такое массовое западного капитала, в том числе и государственного западного капитала в Россию. Они занимаются всем, что у нас и комплипируют. Но что означает такой проект со стороны одного из крупнейших бизнесменов России? Этот проект означает, значит, что часть российского капитала, какая часть? Крупного российского капитала, переплетенного своими интересами с зарубежным, еще более крупным капиталом, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что она готова к капитуляции. Готовы к капитуляции и вот предложение купить все, что принадлежит государству, это как раз и есть посыл к западному капиталу о том, что вот есть часть российской буржуазии, очень влиятельной не только экономической, но и политической, которая видит будущее России в том, чтобы она завершила эту кампанию военную и пришла под практически полный экономический контроль западного капитала. То есть это ведь не новая штука, вот такая ситуация происходила и в 90-е годы, когда все и вся распродавали и распродавали в том числе и в западные руки. И сегодня, кстати говоря, нельзя исключить, что если бы этот план начал осуществляться, то через всякие подставные лица в этой гигантской распродаже, распродажа всегда означает, что продается по дешевке, поучаствовал бы и западный капитал, и, наверное, даже в решающей степени. Но уж это точно гарантия того, что после завершения специальной военной операции нынешние собственники, точнее говоря, нынешние капиталисты готовы отдать государственную собственность западному капиталу, и вообще это выглядит как попытка откупиться, как попытка откупиться, что, дескать, вот мы проигрываем, мы, я имею в виду это Россия, но вы нас не трогайте, и вот, пожалуйста, вам эти государственные активы, делайте с ними что хотите, вот, пожалуйста, значит, с молотка пускаем государственное состояние, увеличим государственный долг, вы будете основными кредиторами, и будете тем самым определять политику того, что останется на месте российского государства так, как вы это захотите. То есть, это на самом деле такая программа экономической капитуляции России. Это очень такое неслабое заявление. А непосредственно экономический эффект от такого заявления тоже следующий, что государственные чиновники, государственные корпорации, точнее говоря, менеджмент государственной корпорации должен сто раз подумать, прежде чем заниматься организацией производства, должен позаботиться о своей судьбе, потому что это будет скоро продано. и кому продано, тоже понятно. Значит, вы, ребята, как-то это, не сильно рвите в сторону укрепления обороноспособности, вы как-то позаботитесь о своих интересах, поскольку вас, в основном, ваши предприятия завтра попадут, и вам как-то надо будет пристраиваться. То есть, это вообще говоря, некоторый такой шантаж вот этого крыла национально ориентированной российской буржуазии. То есть, в условиях боевых действий вот объявление таких планов это не просто теоретическая дискуссия, тем более, что здесь не теоретики дискутируют, а государственные служащие, ну, например, с этой же идеей, идеей Костина, выступил заместитель министра финансов Моисеев месяц спустя на форуме, да, юридическом, по-моему. и вот это значит, что линия продолжается, это будет повторяться, и никто, конечно, вот непосредственно их не осадил, непосредственно, да, то есть, говорит о том, что над судьбой национально ориентированной российской буржуазии, вот эти крыло российской буржуазии, которое ориентировано на подчинение зарубежному капиталу, прежде всего американскому и политическому капиталу, вот над головами национальной российской буржуазии навис или повис до моклов меч, или хотели бы повесить до моклов меч. Так что, развязка вот той борьбы, которая уже идет на протяжении трех десятилетий между теми, кто хотел бы развивать Россию хотя бы и в капиталистической форме, и теми, кто хотел бы, чтобы Россия по названию может быть и сохранилась как Россия, но была полнейшим придатком западного капитала и особой такой экономической зоной, где он бы мог беспрепятственно осуществлять все, что хочешь, в том числе и политически. Значит, это вот развязка в этой битве уже приближается. Надо отметить, что к чести представителей национально ориентированной российской буржуазии, то есть представители интересов коллективного капиталиста российского выступили с прямо противоположным предложением. И вот выступил человек далекий, так сказать, от вроде бы экономических вопросов, глава Следственного комитета Бастрыкин, который сказал, что в условиях нынешней ситуации, чтобы обеспечить экономическую безопасность России, необходимо национализировать крупнейшие отрасли. То есть довести до конца вот этой линии национализации. И вот я думаю, что это не случайно сказано. Это сказано как раз в противовес вот этой настойчивой идеи приватизации крупнейшего государственного капитала, а здесь линии на как раз на укрепление государственного начала. И Бастрыкин прямо это связал с условиями военной операции, что тоже вполне правомерно, потому что значит боевые такие масштабные действия это не что иное как большое испытание, которое можно выдержать только усиливать централизованной регулированной экономики. И централизованная регулированная экономика возможно и при капитализме, конечно, на высокой стадии его развития. Я не хочу сказать, что российский капитализм на той стадии, когда он находится, когда он становится импилистическим капитализмом. Да, он находится в системе импилистического капитализма, но как как звено подчинённое и не самостоятельное. Но дело в том, что российский капитализм находится на той стадии, что он наследовал от единой монополии, не капиталистической, а единой государственной монополии, обращённой на пользу всего народа, а социализма, сконцентрированные производительные силы, которые в своё время образовывали единый экономический организм и в значительной степени, ну или в определённой степени, этот организм сохранился, ну и в последние годы предпринимаются попытки к его возрождению, восстановлению. Так вот, конечно, такой экономический организм требует в нынешних условиях усиления государственного регулирования, это бесспорно, и это, в принципе, возможно. Как было возможно ещё в 2016 году, скажем, Ленин писал о тогдашней Германии, что хозяйственная жизнь дошла до того, что регулируется из одного центра. А уж Россия-то, значит, которая имеет опыт планирования, вот вообще это не в диковинку – регулировать экономическую жизнь. Ну и вот раз что я заговорил о планировании, напомню, что ещё до выступления Бастрыкина целый ряд экономистов, и это делает им большую честь, выступили с идеей цифрового госплана. Ну, цифровое здесь, я думаю, не самое главное. Все понимают, что, разумеется, сегодня в учёте контроля за экономическими процессами нужно использовать современные технологии цифровые, да, это само собой, но речь-то здесь вообще говоря идёт о госплане, то есть вот об оформлении вот этого единого экономического центра в таком прямом смысле, но и, как мы понимаем, госплана – это апелляция к опыту того, что было в Советском Союзе. То есть вот эта линия, она тоже, конечно же, представлена и резко себя обозначила. Линия на укрепление государственного начала, на усиление регулирования государственной экономической жизни и на развитие государственного сектора экономики. Почему мы говорим о рубеже? Ну, вот становится ясным, что вот эти две линии уже как-то не могут быть, сосуществовать без того, чтобы этот кризис, эта борьба разрешилась победой какой-либо из одной сторон. Конечно, трудно утверждать, что вот прямо сейчас, после этих выступлений, хотя и публичных, хотя и весьма заметных и ответственных лиц, эта борьба завершится. Но вопрос о том, чтобы она завершилась, практически уже поставлен. И, разумеется, каждый человек, который желает России развития, который желает Россия выставить в схватке с неизмеримостью более сильным экономически, значит, эмпилистическим капиталом, будет поддерживать линию на усиление государственного начала, на оформление российской буржуазии как коллективного капиталиста и не будет выступать против того, чтобы разломать, раздробить российскую экономику на мелкие части, потому что этот опыт уже в значительной степени пройден в 90-е годы. И мы знаем, что за экономическим раздроблением следует политическое ослабление, потому что экономика – это и есть основа политической самостоятельности государства, политическое раздробление, политическое ослабление, и следует подчинение России прямому диктату крупнейших капиталистических стран и, прежде всего, конечно, интересам американского империализма. Ну и наши, так сказать, враги уже давно, в нашей плане, разделить Россию на несколько властей, я думаю, что это, так сказать, они с удовольствием проделают, не оставят уже, конечно, ситуацию в том виде, в каком она была в 90-е годы, когда вот им казалось, что Россия и так уже на коленях, и что тут с ней делать, она и так сама развалится. Вот она сама не развалилась, потому что очень было сильное наследие, во-первых, Советского Союза, во-вторых, все-таки единство экономического организма, эти тщательно разрушаемые, давало себе знать. Поэтому, значит, конечно, враги России в нынешней ситуации пойдут до конца, ну и, соответственно, нам надо с осознанием этого дела тоже твердо отставить позиции укрепления государственного начала в российской экономике. Это не означает, что, значит, сторонники рабочего класса должны забывать о том, что это буржуазное государство. Разумеется, нет. В принципиальном плане, говоря слова Ленина, мы за централизм, но централизм не буржуазного государства, а централизм пролетарского государства. Но дело в том, что, значит, чтобы перейти к централизму пролетарского государства, нужно сохранить российское буржуазное государство, и шаги по усилению регулирующей роли даже в рамках буржуазного государства – это шаги в смысле подготовки к предпосылу к социализму. И мы знаем, что вот Владимир Ильич, когда ставил задачу разгромить, сломать старое буржуазное государство, он вовсе не имел в виду, что надо сломать тот экономический аппарат, который возревает в недрах этого государства. Наоборот, он это очень различал, и говорил, что вот те органы, которые обеспечивают регулирование хозяйственной жизни, эти органы должны быть сохранены и использованы. Не случайно марксистская формировка, что банки – это узлы общественного счетоводства, и поэтому и банки тоже не надо разрушать, надо менять их функции. И, кстати говоря, вот к продолжению вопроса о том, что уже не уживаются две тенденции в развитии российского капитализма, и уже борьба между ними разведнулась и с подспудной борьбой не на жизнь, а на смерть, можно привести и пример того, что делает, скажем, фонд поддержки промышленности. Вот такой интересный фонд, а чем он занимается? Он выдает кредиты под небольшие проценты. А что такое выдача кредита? И чья это функция? Это функция банка. То есть что на самом деле происходит? Происходит национализация банковской системы. То есть появляется тот банк, который обслуживает интересы экономики в целом. Другое дело, что, конечно, активы этого банка, это, так сказать, ничтожно малые. Ну что там, несколько десятков миллиардов по сравнению с триллионами рублей банковской системы. Но меч на моклов над головой вот этих финансовых воротил и всяких биржевых спекулянтов, и банковских спекулянтов уже занесен. И мы так понимаем, что национализация базовых отраслей, национализация крупных предприятий российских будет сопровождаться чем? Возрастанием роли вот этого фонда. А потом будет встанет вопрос, а что, собственно, зачем этот фонд существует, как бы помимо банковской системы? Зачем такая банковская система, которая обеспечивает развитие российской экономики? Поэтому, вообще говоря, эта линия на что идёт? На то, чтобы национализировать банковский капитал. Вот и не случайно. Поэтому Костин, человек-то знает лучше все эти внутренние вещи. И он это чётко отслеживает, выступил, представитель банка. Почему это он выступил за приватизацию? Потому что он понял, что если приватизация произойдёт производство, простите, национализация производства, то тогда и она будет сопровождаться национализацией банков. И тогда вся вот эта большая кормушка всех этих гуру, которые делают какую-то важную вещь, что они творят какие-то, так сказать, очень сложные вещи, а на самом деле занимаются просто передачей собранных денег, и, так сказать, по сути, расставщичеством. Время этих гуру закончится. Но кто же хочет отрываться от таких тёплых кормушек, и от таких ролей, когда они прямо уступают к агуру? Давайте, думаю, что и Греф тоже, наверное, не против такой массовой предвизации, очень против массовой национализации. Так что здесь, в общем, борьба-то идёт по всей линии, по всему экономическому фронту. Этот фронт значительно шире, чем то, что сегодня происходит на Украине. Вот, естественно, о государств Лене затронет и банковскую систему, и в этом нет ничего удивительного. Если мы вспомним работу Лене на грозящие катастрофы и как с ней бороться, вот там же тоже был такой критический момент в истории России. Ну и надо понимать, что это будут шаги в рамках укрепления буржуазии и буржуазного государства, но шаги в сторону социализма. И поэтому, конечно же, сторонники рабочего класса будут всячески поддерживать линию национальной буржуазии на укрепление роли государства в экономике, на национализацию производства, на национализацию банковской системы. Именно потому, что это приближает час, когда укрепляет возможность превращения этого государственного экономического аппарата из аппарата, обслуживающего интереса буржуазии, в аппарат, обслуживающего интереса рабочего класса. Поэтому, конечно же, рабочему классу не безразлично, кто победит, поэтому рабочий класс будет на стороне, кстати говоря, и есть на стороне такой российской буржуазии, которая борется за укрепление экономической самостоятельности, российского государства. И рабочий класс здесь на стороне этой буржуазии не потому, что он, так сказать, стал, перестал быть, что называется, антагонистом буржуазии, а потому, что в его интересах сейчас именно такое решение, вот это, именно такое решение этого вопроса, именно такая развязка в борьбе двух линий российской буржуазии. Когда национально ориентированная российская буржуазия победит и проведет свою экономическую программу, тогда, конечно, объективные предпосылки для перехода от капитализма к коммунизму станут прочнее, и тогда рабочий класс будет вести борьбу за следующие свои цели, именно непосредственно уже за возрождение советской власти, как власти, формированные трудовыми коллективами. Он эту борьбу, конечно, и сейчас должен вести при любых обстоятельствах, но тогда для этого обстановка будет благоприятнее. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok